Они однократно обращались в инстанции и видят, что нет толку. И у людей просто опускаются руки. Просто они говорят, что это уже все бессмысленно. Что толку нету бороться с этим. Жители Назарова уже просто устали повторять одно и то же. Говорить о проблеме вновь и вновь хватает терпения только у старосты. Вот уже несколько лет в здании обычной городской пятиэтажки работает касса междугородних автобусов. Здесь же неподалеку и остановка. Само предприятие хлопот не доставляет. Чего не скажешь о пассажирах и автомобилистах. Такси провожающие подъезжают к дому, разворачиваются во дворе. Они смотрят по сторонам, начинают выезжать, стукают машины. Это уже у нас было зафиксировано. Лично даже с моей машиной. Благоустройство очень плачевно стало. То есть вытоптано здесь около дома абсолютно все. Все газоны. Автобусы ночью, днем, рано утром. Это постоянные здесь провожающие, встречающие. Это постоянный транспорт, это постоянный шум, это постоянная куча народа. Тротуар недалеко от дома, говорят люди, превратился в проезжую часть. А это, между прочим, центральная улица. Жители микрорайона пытались самостоятельно бороться с нарушителями. Неоднократно писали жалобы в ГИБДД. Автохамов стали штрафовать. Но проблем меньше не стало. На публичных слушаниях было принято решение о том, чтобы остановки там быть не должно. После этого, не знаю, кто проводил какую работу, но порядка 500-700 заявлений было о том, чтобы оставили остановку. Но это уже жители города. Не жители дома, а жители города. По этому вопросу тема еще не закрыта. Был сам руководитель этого предприятия, автоколонны. Значит, они будут еще работать с жителями. И в конечном итоге, если придут к единому мнению, то там будет наведено благоустройство. В городе работает пять автоказ. И большая часть из них никому не мешает. Три года назад в Назарове мог появиться и свой автовокзал. Один из перевозчиков построил остановочный павильон, но в апреле этого года его закрыли. На этом старом информационном табло расписание движения автобусов только одного перевозчика, того, кто и построил павильон. Остальные автотранспортные предприятия города Назарова просто отказались сотрудничать. Именно поэтому на этом пустыре так и не появилась большая парковка как минимум на пять междугородних автобусов. Сейчас владельцы автокассы проводят опрос среди жителей дома. В бланках каждый из собственников квартир может выразить свое мнение. Оставить здесь остановку междугородних автобусов или закрыть? По итогам голосования станет понятно, изменится ли ситуация в лучшую сторону. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.